Во-первых, отводилась вот эта полка, сюда засыпался порох, закрывался, потом сюда засыпался опять порох, брался, чуть поскучал, ну что порох там улёкся, пуля с пыжом, ну там или тряпка, или бумага, заталкивался, доставался шомпом. Погружение в историю на примере военного вооружения. В Больших Везёмах День народного единства отметили военно-историческим праздником. Где, как ни в этих местах, вспоминать события Великой Смуты и праздновать победу народного ополчения над польско-литовскими интервентами. Везёмы с давних времён, стоявшие на Смоленском тракте в 17 веке, попали в самую гущу исторических событий. Везёмы были очень тесно связаны со смутными временами. Это когда-то усадьба Бориса Годунова была. Здесь сохранился до смутного времени большой дворец, церковь великолепная построена, монастырь был большой, двумя церквями, церковь Иоанна Богослова Николая Чудотворца, то есть самый настоящий город. И вот завоеватели когда-то увидели этот город. Здесь проходили и полки Лжедмитрия I. Он организует здесь свои пышные забавы. Это строительство ледяной крепости, которую должны были оборонять русские бояре, обрадить приступом польско-литовская шляхта. Сюда приезжает Марина Мнишек, польская красавица, с огромной свитой, которая насчитывала свыше двух тысяч человек. Вели себя как завоеватели. Всё было разрушено, разграблено, сожжено. В 1619 году Преображенский храм стал немым свидетелем возвращения из польского плена в Россию митрополита Филарета, отца первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича. Обмен пленными производился на Годуновской плотине, часть которой сохранилась до наших дней. Здесь бывал и предводитель народного восстания времён Смуты Иван Болотников. Восстановить атмосферу начала 17-го столетия помогают реконструкторы, клубы, вольная дружина Яровит, гулящие люди, студия Хронотоп. 17-й век – это эпоха изменений, эпоха реформ, в том числе и военных, в военной сфере. У нас появляются полки нового строя, и здесь представлены ребята в разных совершенно костюмах. Вы, пройдя по площадке, сможете увидеть. У нас и татар, и литовцев, и поляков. На мне сейчас одет комплекс рейтарского доспеха. Рейтар – это всадники. У них были специально укороченные мушкеты, которые назывались карабинами. Собственно, название дошло до нашего времени. Также у нас есть стрельцы и пикинёры, которые на репродукциях из учебника Вальгаузина, учебника 17-го века, рассказывают о том, как нужно обращаться с пикой. На праздники русские и иностранные воины, литовцы, поляки, заглянули в везёмы и пикинёры. Пехотинцы, вооружённые 5-6-метровыми пиками, командует отрядом Антон Бурумистров, одетый в доспехи и парадное платье стрельца времён царя Алексея Михайловича. У нас пехотная пика использовалась недолго, доказала свою неэффективность, ввиду, как пришла она к нам только в 17-м столетии, где уже преобладало огнестрельное оружие. А в этом шадре можно было принять участие в мастер-классе по каллиграфии студии «Келья», участники которой учили ребят и взрослых книжному письму 17-го века. В интерактивной программе «Стрельба из лука» и конкурс по накидыванию «Аркана» для всех интересующихся историй, экскурсии в музей Бориса Годунова, показ костюмов и турниры. Праздник окончания Великой Смоты проводился в везёмах при поддержке Министерства культуры и администрации в планах организаторов сделать его визитной карточкой Одинцовского района.